Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я расскажу, как я делаю сметану. После того, как я выдаила корову, перепустила ее через марлю, баночку трехлитровую теплого молока я ставлю ее обязательно в холодильник, для того, чтобы отсоединились молоко от сливок. То есть, вот, видно, простояв ночь, на утро, я уже могу достать баночку, и уже у меня видно, что сливочки отошли от молока. Затем банку вынимаю с холодильника, холодное молоко, отсоединенное молоко от сливочек, ставлю в теплое место, они стоят некоторое время, до того момента, пока не появляются вот эти вот пузырьки, то есть, не начинается процесс брожения. И затем, или вот такой вот согнутой ложкой десертной, или вот таким вот половником маленьким, который проходит именно вот в горловину, трехлитровую банку, я их отсоединяю. Вот, то есть, видно, как вот... И переливаю уже в баночку. То есть, они вот такие уже немножко подкисшие, не совсем густые, потому что они теплые уже, стояло в теплом помещении. И вот, соединяю, переношу их просто в баночку. И стараемся снимать аккуратно, то есть, по грани, туда, куда попадала, где сливочки попадали, то есть, грань между молоком и сливками. Они отсоединяются хорошо, потому что уже с молока становится кефир. И мы аккуратненько их собираем. Когда уже они начинают подкисать, намного удобнее собирать сливки, чем такого холодного молока, потому что, получается, молоко еще держит такую жидкую плотность. Молоко еще не такое плотное. Вот, уже аккуратненько собираем сливочки, вот эти все. Жидко уже все, уже, можно сказать, я собрала все сливочки. Палочки. Они получаются не такие, как сепараторные сливки. То есть, ложка в этой сметане не стоит. Она похожа более на магазинную, но во много раз вкуснее. И эту баночку теперь ставим в холодильник. Буквально тоже на какие-то сутки. На какие-то сутки. Для того, чтобы она немножечко стала поплотнее. И после того, как наша сметана постояла сутки в холодильнике, я уже покажу на другой банке, которая уже отстояла. Вот, она получается вот такой вот консистенцией. То есть, она реально жирная, но она жидковатая. Ложка в ней вот не стоит. Она тонет. Такая вот. Это не сепараторная. Это называется сборная сметана. Когда сметану собирают сверху. И вот она вот такая вот вкусная, вкусная получается. С нее, если долго ее не держать, чтобы она не сильно кислая была, тоже можно взбить масло. Она хороша на крема. Такой легкой кислинкой. Она очень вкусная. К любым блюдам. Ну, в общем, сметана есть сметана. Только она домашняя, натуральная и очень-очень вкусная. Всем приятного аппетита. Большое спасибо за внимание. Забыла показать, что для сравнения, вот эти сливки еще, они не отстоялись, еще не идет процесс брожения. Только верхний слой получается такой густоватый. А остальное, оно вот очень жиденькое, такое, как вот сепараторное идет. То есть, вот. Такую тоже можно собрать просто в один, но ее сложнее собирать, чем собирать уже в процессе брожения. После того, как мы собрались сливки, вот эти вот забродившиеся, остальное молоко мы ни в коем случае никуда не выливаем. Мы его можем оставить на слегка обезжиренный творог. То есть, он очень тоже вкусный, он хорошо перерабатывается, все. Только просто он не такой жирный, как с цельными сливками в банке. Вот, так что, кому этот рецепт был полезен, пользуйтесь. Всем спасибо, всем пока.